Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 28 июня. Это первая наша клубная встреча в Голландии. Мы приехали первые. Приехал с Олегом Смирновым, с Димой приехал. Сейчас должны еще ребята подъехать. Пока никого нет, пойдем на разведку. Что у нас в этой рыбалке получится, вы увидите из нашего видеоотчета. Я начну ловить на дропшот вот такая вот снасть. Крючок прямо к леске привязаны. Здесь грузик отдельно на флюрокармоне все смонтировано. Для начала я поставлю вот такую каракатицу, а там уже буду менять приманки. Начнем с дропшота, а там посмотрим, как будет. Хочу сегодня половить на поводковой оснастке. Может быть Каролина, может быть Техасскую. Сейчас посмотрим, что будет лучше работать. В нашем полку прибыло. Приехал Виктор Вакула. Так что у нас уже четверо. Еще должны ребята подъехать. Так что думаю, к вечеру коллектив соберется нормальный. Что-нибудь поймаем. Поймаем. Поймаем обязательно. Обязательно поймать. Ну вот, опа, в нашем полку прибавление. Виктор Руди приехал. Камера работает, не матюкаться, пожалуйста. Привет. Давненько мы с тобой не виделись. Они рыбачили еще дольше. С Ленки, да, как мы на Ленке были? Ну, сейчас поднимать. Так, вот Виктор на первом забросе сразу зацепил. Олег, дай-ка подсак, быстренько подайте подсак. Ну, обещал, говорю, покажи класс. Сразу же показал. Хитрый какой прет, а не маленький. Что-то ты хороший зацепил. Хороший судачок. Ох ты, красава. Под семидесяточку точно. Опаньки, давай сюда, родной. Поздравляю. Ха-ха, молоток. О, пошли наверх. Ну, вот красава, да, ловить не умеем. Просто такие рыбаки, 104 слою. Так, да. Семидесятник точно в нем есть. Сейчас мы быстренько измерим. Фотки сделаем. Конечно. Абана. 72. Так. Ты скажи, как ты это сделал, не? Это многолетняя практика. Как ты это сделал, что так вот? Раз, перо, заброс. Это многолетняя практика. Молодец, Виськи. Ну и высыпиваешь, не пробило нормально. Вот так вот это. Ну, полицейский катер ездит, проверяет нарушителей. Пока на всех у нас одна рыбка. Виктор на первом забросе вытащил судачка на 72 и все. Вот я сейчас ловлю на Аваруну. 4,5 инч, это приблизительно 11 сантиметров. Сейчас мелко. Джигалок у меня стоит 17 грамм. И то вот, если кидать, я веду сейчас потеченье, это великовато. 14 вполне достаточно. Ну и два дополнительных тройничка. Ну, к сожалению, пока ни одной поклевки. На дропшот тоже не было ничего. Цвет такой же проверенный, оранжевый. Не раз выручал по мутной воде, как сейчас. Ну, пока молчок. Мы специально выбрали этот берег реки, потому что здесь русло проходит рядом с волнорезом, рядом с берегом. Потому что в прошлой рыбалке, те, что видео выставлял, мы ловили с противоположного берега. Но там совсем сейчас мелко. И ловить джиг, по крайней мере, неудобно. А здесь, видите, вот прям возле конца волнореза проходит корабль. Значит, русло рядом. Поэтому надежда, все-таки рыба выйдет сюда. Надежды побольше. Будем надеяться, что расклюется. Не знаю, видно вам или нет, но здесь аисты понаделали гнезд. Просто красотища. Куча гнезд. С птенцами уже. Первый раз такое вижу. Красотища. Это Виктор Вакула увидел. Ну вот, собирается дождь. Пойдем мы к машинам. Надо плащи взять, сапоги одеть. Чтобы не промокнуть. Пока только один судачок у нас у Виктора и все. У Виктора Рудя. У меня было три поклевочки, но ничего рисовать не удавалось. Скорее всего, крошечный какой-нибудь судачок или окушок. Сейчас подкрепимся, перевооружимся и с новыми силами вперед. Сейчас мы перекусим, наберемся силы и сюда держимся. Витя коньячок принес, все нормально. Процесс пошел. Вот к нашей компании присоединился Виктор. Так что сегодня наш небольшой коллектив в сборе. Начинается, правда, дождь. Неизвестно, получится мне снимать дальше или нет. Ну, процесс уже пошел. Виктор, да? Все, вот наш дружный коллектив вышел на вечернюю рыбалку. Еще не ночная пока. Второй заход только. Будет третий. Наконец-то у меня клюнул судачок. Не такой большой, конечно, как у Вити взял. Но ничего. Первый зато сегодня. У меня долго не было поклевок. Поставила воруну зеленую 4 инча. 4,5 инча. И вот тут есть. Тоже неплохой, в районе полтинника. Не, не, я сам. Опа. Есть. Витя, не убегай, фотку. Так. На зеленое, да? На, зеленое, сейчас сказал. Яркин уже какой-то цвет, видишь, вода мутная. Так, сейчас я на камеру сначала подниму. Покажу. Вот такую вот. Красавчик. Опа. А воруна светло-зеленая 4,5 инча. Видите, за что попался? За дополнительный тройничок, который стоял в голове джиг-головки. То есть удар был в голову. Если бы не было тройничка, судак бы ушел. Вот такая вот красотуля. Вот такой вот красивый закат. Солнце садится. А у нас пока один судачок на троих. Не знаю, как у других ребят. У Олега. У Виктора Руди. У Виктора Вакулы. Сейчас темнеет, ребята подойдут. Расскажут, что к чему у нас пока не густо. Вот тебе и Голландия. Ну вот, на плавающую резину Манс попался вот такой вот. Опа! Судачишка небольшой. Сделаешь сейчас фотку мне? Вот, это резина желтая. Вообще ярких цветов семансовская резина. Не только плавающая, но еще и флюоресцентная. То есть она цветонакопительная. Вот такой судачок сантиметров на 40. Сейчас фотку сделаем, быстренько отпустим. Опа! Так, ну вот. Такого красавчика сейчас быстренько реабилитируем. Пусть растет. И продолжим дальше. Вот он, красотуля. Оп! Пошел. То есть плавающая резина Манс на чебурашке. На специальных легких двойниках одевается очень просто. Вот раз. Здесь специальные есть на резине разрезы. Которые позволяют... А, далеко такая. Видите, вот такой вот монтаж. Он свободный. В воде он занимает где-то под 45 градусов в изоположении. Течение его разбалтывает. И рыба клюет. Очень эффективная резина. Мансамбов модель называется. Редактор субтитров А.Семкин